я всех приветствую на канале сегодня очень полезное видео про то как можно сделать шкаф встроенный своими руками и так давайте немного расскажу откуда эта идея появилась мы сейчас закончили наконец ремонт детской комнате вот те видео которые я сейчас показываю это то что было до почему мы этим ремонтом собственно занялись мы решили сделать шумоизоляцию у соседа снизу слышно очень сильно был их храп и нам пришлось разбирать стяжку и вот сейчас я вам покажу просто впечатляющие кадры что было с детской комнатой в общем то когда мы переехали в квартиру у нас это комната выполняла функцию кабинета но с появлением ребенка понятно стало что здесь будет детская комната она большая светлая и она была разделена на две части мы немного перенесли вот эту стену то есть сделали поменьше гардеробную побольше сделали именно детскую и стену собрали из гипса картона и направляющих практически все дело нам рабочий но мы с мужем тоже очень много здесь делали и доделывали как собрали конструкцию и решили сделать именно встроенный шкаф на перспективу почему на перспективу я расскажу вам немного позже видео все просчитали заранее и отталкивались от размера дверок которые у нас остались от шкафа в спальной комнате в итоге у нас получилась ниша зашитая в гипсокартон и и стены вокруг мы оклеили с помощью обоев под покраску и я их красила краской тикурила краска очень хорошо ложится и обои эти замечательные но сразу скажу что они не дешевые в итоге у нас получилась вот такая ниша шкаф изнутри обшит мебельными щитами из леруа на задней стенке вы видите там арголит петли тоже внутренние куплены в леруа это самые простые петли с доводчиками и как я сказал в начале видео у нас были дверки дверки покрыта пленкой пленку я не стала снимать немного ее зашкурила вот таким вот бафом и дальше взяла универсальный грунт адгезионный от тикурила отекс и краску тикурила тоже ту же самую которая красила стену здесь я показываю процесс немного зашкурила бафом но это прям совсем чуть-чуть то чтобы вы понимали я у меня не было цели снимать покрытие только лишь немного сделать поверхность более шероховатой и дальше покрывала все грунтом там кстати покрывала в несколько слоев по моему два слоя здесь не забывайте про то что если у вас будет темная краска можете немного добавить темной краски в грунт но здесь я не стала это делать мне показалось что на белый грунт вполне себе зеленая краска хорошо ляжет по цвету конечно тут мне сын немного помог как всегда покраска это то что любят мне кажется все дети после двух слоев грунта я красила уже валиком кстати немного скажу про валик я сначала использовала вот такой волосатый валик фирмы фирмы декстер но по итогу в общем в конце когда я уже покрывала последний слой я поняла что этот волосатый валик в общем волосики от него отваливаются и вот сейчас вы можете видеть они остаются на поверхности кстати здесь я использовала два валика то есть это не означает что валик испортился просто мне попался некачественный валик поэтому я рекомендую все таки использовать вам велюровые валики хоть в магазине вам скажут что велюровые валики не подходят для акриловых красок не верьте им лучше всего выберите велюровый валик кстати здесь мы еще в комнате сделали перегородку из бруса если интересно тоже видео на эту тему обязательно выпущу это универсальный способ как можно зонировать комнату здесь я именно этого хотела что было отдельно спальная зона отдельно зона со столом и какая-то игровая зона стал вопрос конечно как сделать внутреннюю часть шкафа мы решили купить две тумбы мальм и настроить одну тумбу на другой здесь вы видите как в общем и мужчины собирают эти две тумбы и конструкцию придумал муж в общем он собрал одну тумбу и настроил сверху вторую тумбу при чего мы это сделали во первых это очень просто во вторых это намного дешевле чем заказывать отдельно либо встроенный шкаф либо внутреннюю конструкцию на наполнение шкафа я посмотрела посчитала и мне показалось что это будет дешевле действительно это было так но кроме того за качество икеи и думаю что отвечает сама икея и своим многолетним опытом я уже тоже убедилась что здесь безусловно икея это про качество и для того чтобы ящики удобно открывались мы сделали вот эти боковые планочки из мебельных щитов размера я здесь все оставлю внизу под видео или напишу видео тоже и слева у нас появились две штанги на одной мы сейчас храним рубашки свитера какие-то которые мы пользуемся постоянно и это я сделала специально для того чтобы сын дотягивался до них ну а сверху тоже у нас появилась штангой и впоследствии большие рубашки перейдут вверх а вниз мы разместим брюки то есть это шкаф как я и сказала на перспективу ну а справа очень удобно появились выдвижные ящики для меня было очень критично чтобы здесь детском шкафу были именно выдвижные ящики в которых я смогла бы организовать какое-то грамотное хранение с точки зрения именно ребенка чтобы он это хранение как-то в дальнейшем использовать и я купила контейнеры по моему они называются скуп в 6 штук в наборе и они бюджетные по моему за 249 рублей я их купила и очень удачно я эти контейнеры разместила выдвижных как раз таки ящиках то есть у меня теперь отдельно хранятся там трусики носочки брючки все это аккуратно сложенный сын знает что есть место для носочков для трусиков для мальчик то есть это в принципе ну приучает к порядку хотя бы как-то и все мы понимаем что ребенка сложно приучить к этому но сверху хранятся какие-то вещи которые сезонные то есть которые мы скорее всего сейчас не носим либо еще не доросли до них ручки я купила на алиэкспресс они стоили 800 рублей за одну ручку но я купила их ориентируясь на свой предыдущий опыт потому что похожие ручки я покупала в нашу спальню и там они очень хорошо смотрелись и в общем то эти ручки могу рекомендовать вам хороший производитель и самое главное то что они бюджетные и очень интересные стильные это черный цвет который подходит в черные элементы у нас есть вот этих постерах креплениях точнее для постера если про постеры интересно то в следующем ролике могу тоже рассказать как мы сделали подвесные постеры это довольно просто но в то же время можно менять что самое интересное они двухсторонние то есть можно переворачивать что-то повесить на одну сторону что-то на другую сторону стежки мы повесили азбуку повесили ну и космическая тема то что интересно сейчас ребенку и вообще при выборе именно что-то в детскую я бы наверное рекомендовала ориентироваться на потребности ребенка безусловно они будут со временем меняться кстати с постерами тем очень удобно что-то поменять вот сейчас интересно космос ну пусть будет космос потом будут интересны поезда пусть будут поезда и в детскую я перекрасила вот этот ящик из фикс прайс красный ящик по цвету не подходил я перекрасила в цвет стен и мы сейчас организовали с ней аптечку видео про это вышло на канале не так давно можете его посмотреть здесь ссылку оставлю если ролик был полезен вам обязательно в комментариях напишите и поставьте лайк этому видео очень жду от вас обратной связи и надеюсь что мой канал приносит вам какую-то пользу всем хорошего ремонта и всем пока